всем здравствуйте с вами анастасия шичалина на канале магия таро сегодня смотрите мы сделаем расклад отражения отражение каждый человек в нашей жизни это наше отражение особенно мужчина вообще я придерживаюсь до концепции ну естественно да это мое субъективное мнение всегда об этом говорю что через мужчин с нами разговаривает бог то есть то что мы видим мужчинах это развивает нас гораздо больше чем то что мы видим в женщинах потому что это полная противоположность это как бы некая дуальность потому что в целом да при воплощении мы составляем некий андрогин ни мужского неженского как мы знаем у эмбриона нет так скажем определенного пола пол определяется только потом но именно через противоположный пол мы развиваемся гораздо эффективнее поэтому каждый мужчина в жизни это наше отражение мы должны через него что-либо понять в этих раскладах мы посмотрим что именно один мужчина донос из женщины потому что не только мужчины стоят перед выбором да между двумя партнершами мы зачастую женщины тоже стоим перед выбором не знаем что с этим делать поверьте мне выбор дается тоже очень легко поэтому сегодня будем делать расклад на рейдере и на колоде альфонса мухи я сама изготавливаю витражи и для меня творчество альфонса мухи является очень значимым некоторые витражи сделаны по его зарисовкам картинам они прекрасны они наполнены именно вот тем чудесным вдохновением невладимым которые бывают только у настоящих талантливых людей поэтому я преклоняюсь перед его творчеством приобрела колоду она очень мягко женственно и от нее теплая мягкая энергетика вот мы посмотрим что эта колода расскажет именно в этом случае есть два мужчины два отражения мы посмотрим одного и второго и посмотрим что с этим сделать потому что у каждого каждого из нас у бога есть свой план и зачастую мы не знаем что он запланировал сколько он нити связал воедино для того чтобы мы проходили определенные уроки получали то что мы хотим я сейчас была в москве этот город у меня каждый раз удивляться и многоградностью я извлекла очень много полезных для себя уроков конечно же приобрела очень много литературы книг всего остального потому что возможности приобрести там намного больше чем у нас я утолила свой интеллектуальный голод так скажем но это действительно мне очень понравилось как приняли я благодарна дорогам которые приходили на встречу с которыми разобрали очень много интересных ситуаций каждый раз когда я буду прилетать я буду сообщать об этом потому что наша задача развиваться ну некоторые меня упрекают в том что я очень даю долгое предисловие но а в любом случае информация значит для кого-то имеет значение для кого-то она важно давайте перейдем к раскладу непосредственно первый мужчина это ваш супруг до что у вас связывает что у вас общего ну смотрите есть попытка родить нечто новое причем попытка достаточно серьезная а выходит паш кубков да здесь паш кубков просто великолепен вы можете посмотреть вообще-то колода великолепно отрисована как сказать творческое начинание в этой области я конечно просто любуюсь причем достаточно серьезная у обоих есть желание что-либо поменять выйти из привычной схемы выйти из 21 аркана 21 аркан здесь отыгрывается именно как обычная схема в которой мы привыкли жить зона комфорта комфорта которая для нас имеет огромное значение у вас именно зарождение того что вы есть желание выйти из этой зоны комфорта но конечно мы попадаем в пятерку чаш не разочарование потому что смотрите когда мы решаем принимаем для себя решение сделать что-либо по-новому конечно мы ждем мы всегда надеемся на хорошем всегда ждем что вау классно все изменится потому что мы как заядлые контрольщики прописали свой сценарий дом сейчас я поменяюсь и другой человек тоже начнет меняться и мы находимся все в ожидании этого выбора в ожидании вернее того что нам даст этот выбор хотя сейчас у вас наступает некое разочарование не некая закрытость потому что вы вроде как старайтесь вы же предпринимать и усилия но здесь самая главная ошибка что мы выбираем это наш собственный выбор это наша свобода воли и мы не обязаны делать так мы не обязаны быть в ожидании того что другой человек тоже поменяется поэтому у вас некого стагнация некий раздрай и определенных каких-то вот плодов вы не видите пока вы только пребывайте в том что кубки опрокинуты все опустошено ну именно во взаимоотношениях но на самом деле стоит вам немножечко повернуть голову в другую сторону налево и увидите что там есть два наполненных кубка что на самом деле все ваши старания они не зря что вам нужно увидеть до что у вас осуществляется переход на новый уровень до кистиным чувством кистину любви кистину выбору когда мужчина берет за вас ответственность опять же хочу вам сказать что это не дело одного дня это не дело двух трех дней это действительно достаточно трудоемкий процесс но вам нужно благодарить вселенную за то что она дала вам такую возможность такой шанс потому что здесь вы погружая себя вы концентрируетесь на собственных дефектах и действительно произрастает нечто новое потому что в вашем случае духовное развитие дает хорошие плоды на самом деле просто вы не умеете ждать вам нужно немножко да уметь принимать что другой человек понимаете когда мы сами находимся когда мы сами выздоравливаем на самом деле находимся в нетерпение к другим людям нам хочется чтобы они побыстрее исправили чтобы быстрее все случилось чтобы наконец-то они начали нас понимать но на самом деле этого не произойдет быстро потому что мы должны проявлять проявлять терпение смирение принятия в том что другой человек это абсолютно другой это его право меняться со временем это его право быть например в себе или поступать так же как он всегда поступал но к сожалению не всегда имеем ресурсы это уметь признавать что он показывает что он призван показать вам в себе что он показывает вам через себя что вы должны в нем увидеть ну да предыстория как бы имеет место быть поэтому вы пребываете ну то есть вы замужняя женщина королева пентакли в колоде альфонса мухи она проходит как женщина достаточно жестко властная и которая следует своим желаниям вот а именно здесь вы должны об остановить сделать как бы некие некую паузу некий щелчок пальцами и подумать что же происходит почему вроде как я нахожусь на троне у меня есть определенные желания но я не получаю ну должного эффекта я не получаю то что нужно а человек вам показывает что да вы меняетесь но на самом деле это ваша задача наша задача подмести свою сторону улицы и не быть в ожидании действий изменений в других людях мы должны за их выздоровлением наблюдать терпеливо и позволять им меняться тогда когда они захотят выход из этой ситуации есть да ну это кармическая ваша ситуация потому что смотрите башня все летит лица от люди короны деньги все разрушается и происходит период трансформации прежде всего вас когда вы трансформируетесь когда вы уйдете от прежней модели поведения когда вы примете ситуация такая какая она есть и признаете свое бессилие чтобы не в состоянии поменять другого человека чтобы лишь можете предпринимать действие делать совершать какие-то действия исходя из себя из своих внутренних ощущений да да должно мерить то что вы а в ожидании того что кубок изобилия священная чаша грааля выведет ваше принятие ваше работа над собой выведет его из этой схемы выведет его из тех ограничений в которых он находится потому что на самом деле смотрите у него у четверки пентакли под ногами а два пентакля манипура закрыта пентаклем и сверху нет связи с богом потому что тот же пентакли те же ограничения в этом присутствуют и здесь нет какой-либо понимаете как бы что бы вы ни делали вы не можете вот этого из этого вырвать вы можете только быть наблюдателем наблюдателем и принимать то что человек имеет право быть таким какой он есть это он вам показывает а трансформироваться вода вам нужно во что поставить себе цель проживать жизнь здесь и сейчас наслаждаться каждым днем наслаждаться каждым мгновением а не надо чтобы ваше состояние зависело от других людей у нас не нужно чтобы ваше чувство ваши действия тоже произрастали из того как действуют другие люди поставить себе цель пожинать плоды именно своих действий наслаждаться цветами именно своей деятельности придаться некому состоянию когда мы чувствами и ощущаем всей душой радость каждого мгновения каждого дня и мы четко понимаем и осознаем что это мгновение никогда не повторится и умеем им наслаждаться самое интересное что вы делаете не так в его контексте ну пытайтесь получить легко пытайтесь получить легко что возобновиться как сказать ваши отношения возобновятся что-то будет новое какие-то чувства будут принесены вы хотите чтобы раз и это все пошло на самом деле это не будет потому такого не будет на самом деле нужно будет пройти через пятерку мячей выиграть внутренний бой связано с верховной жрицей то есть верховная жрица она прибывает стагнация она принимает она не плывет против течения она действительно очень спокойно принимает различные перемены она принимает прежде всего саму себя вне зависимости от социума потому что книга тора на ее коленях очень четко говорит что она знает ключ к познанию она знает то что будет происходить она знает те или иные причины следственной связи она не встает она не бежит она не размахивает мячами она не пытается добиться результата она принимает то что есть смотрите верховная жрица находится между двух колонн милосердия и строгости это древосферот которая образуется то есть это врата милосердие и справедливость и мужская и женская энергия она находится между она находится в балансе и в равновесии потому что на древе сферот на самом деле верховная жрица олицетворяет третьи столбы столб нежности столб правновесия когда мужская и женская энергия переплетаются и образует нечто единое и она именно на аркане как третий третий вот этот вот столб в котором переплетены обе энергии поэтому здесь вам нужно пребывать в принятии только и всего научиться это делать что нужно усвоить переосознать чтобы мягко воспринимать то что происходит да научиться признавать девятка посохов научиться признавать свои ошибки потому что научиться принимать что да я тоже ошибаюсь я тоже имею право на ошибку и это даст свою сходу потому что 9 посохов, они с листьями находятся на аркане. Они уже пустили, дают первые ростки тех действий, которые мы будем, тех действий той духовности, которые мы будем следовать в будущем. Потому что каждая наша ошибка, это наш незабываемый опыт, опыт того, что нам позволяет Бог пережить. Потому что только находясь в ситуациях, мы можем пережить то или иное действие. И только проживая что-либо, мы можем извлечь уроки. И нужно уметь принимать, потому что наши ошибки дают совершенно иные всходы. Наши действия, в которых мы ошибаемся, в которых мы испытываем чувство негатива, страдания, уныния. Только когда мы это переживаем, мы можем посадить новое зерно, и новые всходы пойдут навстречу новым веньям, новой жизни. К императору. Какие ошибки вам нужно признать? Что, смотрите, аркан Верховного Суда выпал. Что на самом деле переосознание, на самом деле духовный путь, это не всегда лёгкость, эйфория, чувство обретённого, чувство того, что мы наконец-то удовлетворены, спокойны, у нас уходит напряжение. Но это не всегда так. Иногда это действительно тяжёлые переживания, иногда это и разрушение своего собственного эгоцентризма. Когда наше эго говорит, не-не-не, я не хочу уходить, всё должно быть так, как я хочу. Ну, на самом деле, да, желание одержать победу, что я же действия предприняла, какие-то сделала, я же работаю над собой, почему он не меняется. Предпринятие того, что вы как королева кубков, как мать, как императрица, мать мира, вы иногда не в состоянии менять людей, хотя вы в состоянии менять пространство. Следовать своей миссии. 17-й аркан. Миссия заключается в том, что вам нужно идти новым путём. Причём, смотрите, 8-й аркан в колоде Альфонса Мухи. Женщина идёт легко, то есть она легко принимает решение, легко уходит от опустошения, от кубков, которые пустые, и они уже ничего ей не принесут, они ничего не дадут, как мы оставляем пустые тарелки за собой в ресторане. Мы же не думаем о том, что, блин, я оставила, надо вернуться там, надо доесть или ещё что-то. Мы с лёгкостью поели, получили удовольствие и пошли дальше. Если еда была невкусной, мы просто подумали, что, ха, мы не будем ходить в этот ресторан, потому что нам не понравилось. Но мы не берём с собой эту грязную посуду. Мы оставляем её и оставляем либо приятные воспоминания, либо думаем, ну, я забуду тогда дорогу в этот ресторан. Здесь то же самое. Идти к этому, сделать это своей миссией. Оставить вот эти прежние модели поведения позади. сконцентрироваться на новом, именно сконцентрироваться разумом. Потому что выходит паш посохов, и паш посохов действительно здесь не зрелый юнец, а здесь он действительно некое новое начинание, над которым стоит задуматься, где посох уже даёт свои всходы. И мы действительно думаем, а туда ли мы идём, а то ли мы делаем. И нужно чётко структурировать этот процесс. Да, идти в новое шестёрка мечей, но обратите внимание, смотрите, один меч лежит в лодке на этой колоде. То есть что-то нас ещё будет проворачивать, вот что-то такое, что будет задевать наш эго, что будет вскрывать, спарывать эту реальность, что именно. Да, не забывать всегда о поисках истины. Когда мы себе говорим, ну, по крайней мере, я придерживаюсь это в ней, когда я говорю, я всё знаю, я всё умею, и я действительно знаю, как вам действовать, или я действительно познала дзен, и у меня всё хорошо, значит, это говорит о том, что да, как говорит Маргарита, у меня выросло три короны на голове. На самом деле, мы как наставники, учителя, как преподающие люди, мы должны всегда помнить, что мы всегда в поисках истины, всегда в поисках определённых, не знаю, каких-то открытий, потому что мы не можем познать дзен здесь сейчас, тогда бы мы не оставались на этой земле. Всегда, когда вы пойдёте новым путём, вам нужно всегда думать об истине, думать о том, что это не есть последняя инстанция, что путь — это всегда развитие. Верховный жрец кричит об этом, он говорит, что да, определённые ключи, они найдены, что да, я опознала некие аспекты себя, я опознала некие законы мироздания, но это ещё не всё, потому что я всегда должна помнить о том мече, который лежит в лодке, и который будет помогать мне вскрывать в будущем какие-то уроки, ошибки. Что мужчина усваивает через вас? Ну, союз равноценный, где Кадуцей Гермеса освещает этот союз, где женщина и мужчина, союз женщины и мужчины как равноценных партнёров освещают высшие силы. Вот это вот вам нужно именно, ему нужно понять. Ну, первое, как только вы отпустите ситуацию, примите состояние того, что люди имеют право развиваться теми шагами, которые они себе сами запланировали, где-то через 8-9 дней вы уже увидите первый результат, вы увидите, что оп, и что-то поменялось, оп, и здесь вот так вот, здесь хорошо, здесь хорошо. На самом деле это замечательный процесс, потому что вот когда впервые отпускаешь ситуацию, принимаешь человека таким, какой он есть, перестаёшь устраивать какие-то ожидания, человек совершает совершенно неожиданные поступки, и на самом деле думаешь, как, да, то есть я уже отпустила ситуацию, я уже, все ожидания мои были разрушены, и я пошла своей дорогой, а здесь такие перемены. Это действительно приносит наивысшее счастье за другого человека, удовлетворение, радость. Это стоит познать, это стоит того, чтобы это познать. Что вы усвоите, если вы последуете совету Таро? Ну, во-первых, разберётесь со своими страхами, девятками чей, связанными с тем, что вы боитесь, что как бы у вас дороги закроются, что ваш путь будет лежать, вы очень боитесь того будущего, где вы не можете его проконтролировать, где ваши ожидания не будут исполняться. Не полагайтесь на людей, полагайтесь на Бога. Наша самая главная ошибка, что мы полагаемся на людей, нужно полагаться на Бога. И вот здесь вот ваше, знаете, состояние ребёнка, когда мы боимся вступить в темноту, когда мы боимся идти в будущее, потому что нам страшно, потому что что-то идёт не так, что-то идёт по-другому. И мы не понимаем, как будет происходить, как я себя там в этом буду чувствовать, как я буду ощущать, что вызовет во мне, либо это вызовет счастье, либо это вызовет, наоборот, полное падение. Вот эти страхи вы проработаете. Да, вы боитесь отпустить вот ту реальность, которая у вас сейчас есть, вы боитесь отпустить и довериться. Мы идём всегда туда, где страшно. И на самом деле я понимаю, потому что степень контроля, она очень велика у вас, степень того, что вы должны обязательно получить сатисфакцию, вы должны обязательно достичь, да, то, что вы наметили, запланировали. Всё должно идти по вашему плану, но, к сожалению, у Бога другой план. Бог хочет, чтобы вы научились доверять Ему и идти, закрыв глаза, идти в неизведанное. И тогда действительно те открытия, которые вы будете получать, они действительно принесут вам полное удовлетворение. Вы действительно ощутите вот тот момент счастья, когда, да, я шла, я смогла, и тот результат, который я получила, он совершенно неожиданный. Что вы получите, как результат. Да, да, смотрите, вы не будете, вы будете сомневаться, ну почему я не вижу, я же что-то делаю, я же постоянно возделываю этот огород, я постоянно работаю над собой, над окружением, я пытаюсь помочь, я пытаюсь подселить соломку, но ничего не получается, но вознаграждение, оно достаточно велико, потому что здесь десятка пентаклей, здесь такая устоявшаяся система, к которой вы придёте, очень хорошая земная насыщенная реальность. Вот здесь вот я считываю колесо фортуны как земное воплощение, земной материальный мир, который насыщен достаточно весомыми благами, где есть структура, где есть понимание, где есть фундамент, где есть и отдохновение, и действительно труд, который приносит радость и удовольствие. Вы правильно идёте, просто научитесь принимать, отпускать, ценить свободу воли другого человека и принимать выбор другого человека, и не ждать, не выстраивать ожидания. И тогда десятка пентаклей, колесо фортуны, это действительно очень мощное земное переоплощение земная реальность, потому что, смотрите, десятка пентаклей, это древо сферот, и нижний мир, наша физическая реальность, централизуется в колесе фортуны, то есть через колесо фортуны выражена вся наша физическая реальность, согласно древу сферот, две карты выпали. Просто, знаете, как одно с другим, и здесь вы ощутите, что да, ваша реальность, наконец-то, обрела вот как бы некий мир и покой, и теперь вы можете развиваться, идти дальше, и для вас это не будет никаким ударом, для вас это не будет никаким вот таким вот каким-то вечным напряжением, вы будете спокойно воспринимать, что все идет, как идет, колесо фортуны, сама судьба будет выводить вас на уроки, но эти уроки вы будете воспринимать как благо. Что чувствует к вам ваш мужчина, ваш муж, ну, его сердце разбито, он действительно боится происходящих ситуаций, но у него идет трансформация, из чего он трансформируется, из видения вас как королевы мечей, все перемещается в аркан силы, где женщина укращает льва, где она справляется с инстинктами, со своими негативными желаниями, у нее нет желания посадить мужчину в клетку и управлять им, они действительно находятся в очень таком тонком, даже не в том, а выстоявшемся взаимообмене. И еще здесь аркан говорит о том, что вы укорщаете зверя в себе прежде всего, вот эти вот желания эгоцентричные, вот это вот желание получить, желание взять, вы нежно укорщаете и нежно принимаете их. и на самом деле это дает вам внутреннюю силу, которая будет развиваться, и он в вас наконец-то начинает видеть вот эти вот первые проблески того, что вы как женщина, вы находитесь в принятии, вы не идете, не стучитесь головой стеной, вы не пытаетесь добиться всего любым путем, вы действительно нежно укорщаете и делайте это настолько мягко и текуче, что мужчина потихоньку будет наконец-то находить опору и к какому результату он придет. У него будет происходить внутренняя борьба по поводу своего бездействия, то, что он бездействует, он ничего не делает, и он будет думать в будущем как нужно, что ему нужно делать для того, чтобы прийти к пониманию, чтобы прийти к структуре. И смотрите, выходит аркан солнца, аркан солнца, когда мужчина заявляет государство это я, потому что у меня аркан солнца ассоциируется с Людовиком XIV насколько я читала его биографию. Он был на престоле с довольно малых лет, где-то с 5-6 лет он уже взошел на престол. Я могу в годах ошибаться. И вот у него был очень сильный, очень такой переходный этап, где его кидалось в сторону в сторону. То есть с одной стороны был кардинал, с другой стороны была его мать, которая была Ригенш, Ригенш, я тпаля, не знаю, как говорится, на престоле. Вот эти вот постоянные интриги, постоянные заговоры его несколько раз хотели одровить. Вот это он все пережил ребенком. И вот как ребенок будет переживать этот период, когда все везде страшно, когда страна в нищете, когда все ждут от тебя каких-то действий, все возлагают на тебя надежды. Не знаешь, кого слушать, кого выбрать, к чему мнению прислушаться. И когда он достиг возраста 16 лет, он в первый раз после всех этих лет зашел в зал министров и сказал, господа, государство, это я. И вот именно здесь у него произойдет такой переходный этап, конечно же, это не сразу, но он к этому придет. Ну, вот это, что касаемо вашего мужчины. Что касаемо здорового молодого человека. Прекрасная, великолепная колода. Ощущаю энергию ее. Самое интересное, что в колоде оказалось две восьмерки посохов. Я обычно, когда покупаю колоду, я всегда спрашиваю, что же она мне даст. восьмерку посохов и она у меня проигрывается как лестница в небо. То есть, две лестницы в небо, это, конечно, прекрасный аспект. Я очень довольна, поэтому здесь не 78 арканов, а 79. Хорошо. Что вас связывает с этим молодым человеком? Ну, а у вас есть желание, что у него, что у вас, одержать победу? Потому что здесь выходит король посохов, маг, маг-женщина, но женщина, аспект женщины в маге тоже есть, вернее, аспект мага в женщине. Здесь женщина отрисована, вернее, маг отрисован как женщина, вот, потому что это сильнейший, сильнейший мужской импульс, это энергия, которая попадает хокму, да, в первую сефиру с мужским потенциалом, и здесь желания абсолютно мужские, я хочу получить, да, я хочу получить удовольствие, я хочу получить мужчину, я хочу получить отношения, я хочу это контролировать, я хочу удержать победу, вот, и здесь выходит аркан семерки, вы хотите удержать победу, но, смотрите, седьмой аркан колесничий здесь достаточно неоднозначен, почему, потому что здесь чувствуется энергия, что мужчина и женщина еще не пребывают в договоренности, не бегут в одной пряжке, два сфинкса спокойно отдыхают, они не готовы вывозить колесничего, то есть мужские и женские энергии достаточно не синхронизированы, нет взаимопонимания, здесь они разделены, что хотите вы получить как победу, что ваши опять же усилия связаны, что вы с ним совершали тоже какие-то определенные ошибки, но вы прошли через аркан двадцатый, через аркан верховного суда и выиграли внутренний бой, вышли в равновесие в верховную жрицу, и вы теперь да, хотите, чтобы то, что вы сделали, вы пошли новым путем, чтобы это привело к тому, что он признал вас женскую силу, то есть смотрите, выигран внутренний бой, внутренняя война всегда страшнее внешней, как только мы выигрываем внутренний бой, наша реальность начинает меняться, но наше ощущение женственности, эгоцентрии, эго наше, оно задето, потому что поле битвы есть поле битва, мы сделали какой-то определенный выбор, мы обозначили свои границы, свою территорию, мы вышли в балансе, в равновесие, мы пошли новым путем, это стоило нам очень многих усилий, это стоило нам переживаний, страданий, это стоило нам признания своей собственной несостоятельности, своих дефектов, это действительно очень мощная работа, выйти опять же в равновесие, выйти в верховную жрицу, в двойку, узнать истину прежде всего о самой себе и прочесть эту истину в глубине себя и пребывать в спокойствии, но есть один момент, один нюанс, что я поработала над собой, я действительно признала, я хочу удовлетворения своего эго, я хочу понять, чтобы мой женский эгоцентризм восторжествовал, вот у вас вот именно такое желание, но видите, здесь в Мавракане нет взаимодействия, мужчина и женщина хотят разных побед, нет общей ценности, что же он хочет от вас как победу получить? Ну, получить императрицу, да, выйти из состояния кармы, получить искушение, получить любовь женщины, вот он здесь хочет, у него есть желание получить любовь женщины, но именно только любовь, то есть, смотрите, он попал в кармическую проработку, в смерть, в аркан смерти, то есть, пустота, стагнация, он ничего не понимает, что происходит, он не понимает, что произошло, почему произошло некое разрушение, вот его, это желание вырваться из круговорота повседневной жизни, получить императрицу, и получить при помощи вас ту радость, он ищет в вас решение проблемы, понимаете, он ищет в вас то чувство, которого нет в нем самом, да, он ищет в вас поддержку, он ищет в вас женщину, которая дает ему опору, которая настолько хорошо и твердо стоит, вот как королева Пентакли, стоит твердо на земле, твердо на земле, сидит твердо на троне, и она знает, как управлять, она знает, как зарабатывать деньги, она знает, как управлять деньгами, и он хочет, чтобы вы ему дали эту опору на самом деле. Ну, давайте дальше посмотрим, потому что у меня мысль такая прям мелькнула, что человек показывает вам в себе. Ну, смотрите, нам нужно принять те чувства, те ощущения, те эмоции, которые вас переполняют, принять, ну, есть и есть, да, и чувствую к этому человеку там определенные чувства, и вы имеете на них право, почему нет, просто вы всеми силами стараетесь этого избежать, переживите, примите, что да, он вас привлекает, что он у вас есть, что вы испытали какие-то неповторения, ранее непознанные эмоции, примите это в себе, что это был взрыв чувств, и на самом деле сейчас он вас ограничивает, да, ограничивает, потому что вы пытаетесь как-то управлять процессом, пытаетесь им манипулировать, пытаетесь получить свое признание своей женской силы, вам нужно войти в аркан подвешенного, когда мы принимаем и принимаем свое бессилие, позволяем себе пострадать, и понимаем, что да, мы влюблены, либо у нас присутствует еще какая-то страсть к этому человеку, мы понимаем, что все, мы стали закрыть, пора идти в другое, вам нужно отвлечься, опять же, тройка кубков, поговорите с женщинами о этой ситуации, поделайте расклады, все-таки мы решаем свои вопросы через помощь другим, передайте свой опыт другим женщинам, потому что именно женская компания даст вам принятие ситуации, даст ресурсы для того, чтобы забыть этого человека, забыть происходящее и просто оставить его, принять его выбор и не ждать от него сатисфакции в вашу сторону. Что вы делаете не так в его отношении? Но опять же, пытайтесь обрести свою цельность, быть более цельной и полноценной в его контексте, чтобы себе галочку поставить, да, он все-таки мой, он все-таки увидел во мне женщину и от этого получить внутреннее удовлетворение, признать в том, что вы его, чтобы он признался, что вы его вдохновляете, что вы ему даете ресурс, ощущение, чувство, что он должен усвоить через вас. Что мастерство и желание одержать победу, это всего лишь поверхностное желание, потому что в нем нет истины, какой опоры в нем нет. Нет опоры, нет женщины, которая действительно готова поделиться с ним всеми прелестями, то есть он не получил полное чувство удовлетворения, потому что два кубка выпитых, вот на девятке кубков, два кубка выпитых, но остальное осталось для него тайной. Он не разгадал вас полностью, он не ощутил вас как женщину, он не поздал через вас себя. И в этом его урок, потому что и поэтому он не чувствует опоры, поэтому вы видите какие-то сподвижки в свою сторону, потому что семь кубков таки остались с нетронутыми. Он не спил эту чашу до дна, и поэтому его задача осознать, что не всегда мы получаем то, что мы хотим, что нужно взглянуть в небеса, увидеть десятку кубков, что нужно входить в новое, входить в осознание, что он тоже совершал ошибки в вашу сторону. И войти в другую жизнь по справедливости, не пытаясь хитрить, манипулировать, выстраивать какие-то махинации, потому что, знаете, мы выстраиваем хитроумные планы, мы разводим сами себя на те или иные действия, но мы должны понимать, что у высших сил более хитроумный план, и для того, чтобы нам соперничать с Богом, мы должны знать, никаких сил не хватит. И поэтому все должно быть по справедливости, все должно быть честно и открытое, только тогда он получит вход в другую жизнь. Как он вас видит, что он вас чувствует? да, вы даёте ему радость, вы даёте ему лестницу в небо, восьмёрка посохов, вы выводите его из состояния стагнации четвёрки мечей, где он мёртв, как мужчина, и он не видит духовности в этом мире, он не видит ни в действиях, ни в поступках, ни вообще в том, что его окружают, он лежит, он внешне живой, а внутренне мёртвый, и только вы ему даёте вот это состояние ресурса, и когда он может идти вверх, и он может действительно сеять нечто новое, он может садить цветы, и это ваше общение с ним его вдохновляет, потому что он готов это делать, он готов действительно взращивать что-то новое, у него появляется вдохновение, ресурс, конечно, для него женщина именно в таком аспекте. Что вы получите, если вы усвоите уроки? Вы получите обалдеть выходы из зависимости от мужчин, от четвёрки, четвёрка, ты аркан император и пятнадцатый дьявол. Дьявол, конечно, здесь прекрасен, вот, мужчина и женщина на одной и другой руке, это женщина, с рогами, с копытами, но она прекрасна, она действительно заманивает, она действительно даёт сильнейшие иллюзии, потому что аркан дьявола выпал с семёркой кубков, с тем смертных веков, в которые мы идём, мы влетаем, как мотыльки, в это пространство и понимаем, что всё, мы не хотим из него выходить, потому что нам удобно, легко живёт вот в этих иллюзиях, в этих арканах. Вы освободитесь от зависимости. Так, сейчас. Да, вы расслабитесь, у вас, вы поймёте, что значит законное мироздание, что значит естественный обмен между мужчиной и женщиной, и у вас появится импульс двигаться дальше. Да, структура образуется, вы обретёте опору. Будете продолжать работать над собой, углубитесь, одни пентакли, вы настолько внутренне стабилизируетесь, вы настолько внутренне станете сильной и опорной, углубитесь в себя, что вам, в принципе, так мужчина будет не нужен. Да, вы в развитие уйдёте, в тонкую пентакли, причём всестороннее. Совет Тарло, первые шаги, что вам нужно делать? Да, вам нужно выйти из луны, выйти из десятки мечей, связанных с вкрытием правды, какой именно. Что ваш сценарий, прописанный касаемый этого мужчины, ну, не имеет места быть, что вот, меча в шестёрке мечей всплывает, что есть ещё другая истина. Верховный жрец то же самое, никогда не забывайте о последнем мече, который лежит в лодке. Истина в том, чтобы работать над своей структурой, над своим землём, над своей реализацией, а не держаться за мужчину, за его бездействия, что он не предпринимает, никаких попыток не держаться, потому что это вводит вас в заблуждение. Только тогда вам будет дан божественный импульс в виде туза посохов, как некое божественное откровение. И начнётся работа Вселенной, да, которая опять вас приведёт в лестнице в небо. Вот такой вот у нас очень такой глубинный расклад получился. это вот колода, на которой я ещё не делала расклады, ну, именно на видео. Она прекрасна, нанесёт прекрасную энергию. Я надеюсь, что вы стихоризируетесь с ней. С вами была Анастасия Шучалина. Записаться ко мне на личную консультацию вы можете по ссылкам, которые находятся ниже. Всего вам самого наилучшего. Добро пожаловать в волшебный мир дорог. Я сейчас была в Москве. Этот город у меня каждый раз удивляется и многократностью. Я извлекла очень много полезных для себя уроков. Конечно же, приобрела очень много литературы, книг, всего остального, потому что возможностей приобрести там намного больше, чем у нас. Я утолила свой интеллектуальный голод, так скажем. Ну, это действительно мне очень понравилось, как приняли. Я благодарна террологам, которые приходили на встречу, с которыми мы разобрали очень много интересных ситуаций. Каждый раз, когда я буду прилетать, я буду сообщать об этом, потому что наша задача развиваться. Ну, некоторые меня упрекают в том, что я очень даю долгое предисловие, но в любом случае информация значит для кого-то имеет значение, для кого-то она важна. Давайте перейдем к раскладу непосредственно. Первый мужчина это ваш супруг, да, что вас связывает, что у вас общего. Ну, смотрите, есть попытка родить нечто новое, причем попытка достаточно серьезная, очарование и некая закрытость, потому что вы вроде как стараетесь, вы же предпринимаете усилия, но здесь самая главная ошибка, что мы выбираем, и это наш собственный выбор, это наша свобода воли, и мы не обязаны делать так, мы не обязаны быть в ожидании того, что другой человек тоже поменяется. Поэтому у вас некая вот стагнация, некий раздрайм, и определенных каких-то вот плодов вы не видите, пока вы только пребываете в том, что кубки опрокинуты, все опустошено, ну, именно во взаимоотношениях, но на самом деле стоит вам немножечко повернуть голову в другую сторону, налево, и вы увидите, что там есть два наполненных кубка, что на самом деле все ваши старания, они не зря. Что вам нужно увидеть? Да, что у вас осуществляется переход на новый уровень. Да, к истинным чувствам, к истинному любви, к истинному выбору, когда мужчина берет за вас ответственность. Опять же, хочу вам сказать, что это не дело одного дня, это не дело двух, трех дней. Это действительно достаточно трудоемкий процесс. Но вам нужно благодарить Вселенную за то, что она дала вам такую возможность, такой шаг. Всем здравствуйте! С вами Анастасия Шичалина на канале Магия Таро. Сегодня, смотрите, мы сделаем расклад отражения. Отражение. Каждый человек в нашей жизни это наше отражение, особенно мужчины. Вообще, я придерживаюсь концепции. Естественно, это мое субъективное мнение, я всегда об этом говорю, что через мужчин с нами разговаривает Бог. То есть, то, что мы видим в мужчинах, это развивает нас гораздо больше, чем то, что мы видим в женщинах. Потому что это полная противоположность, это как бы некая дуальность, потому что в целом при воплощении мы составляем некий андрогин, ни мужского, ни женского. как мы знаем, у эмбриона нет, так скажем, определенного пола, пол определяется только потом. Но именно через противоположный пол мы развиваемся гораздо эффективнее. Поэтому каждый мужчина в жизни это наше отражение, мы должны через него что-либо понять. В этих раскладах мы посмотрим, что именно один мужчина доносит женщине, потому что не только мужчины. Выходит Паш Кубков, да, здесь Паш Кубков просто великолепен. Вы можете посмотреть, вообще-то колода великолепно отрисована. Мое, как сказать, творческое начинание в этой области я, конечно, просто любуюсь. Причем достаточно серьезное у обоих. Есть желание что-либо поменять, выйти из привычной схемы, выйти из 21-го аркана. 21-й аркан здесь отыгрывается именно как обычная схема, в которой мы привыкли жить, зона комфорта, которая для нас имеет огромное значение. У вас именно зарождение того, что вы есть желание выйти из этой зоны комфорта, но, конечно, мы попадаем в пятерку чаш. Разочарование, потому что, смотрите, когда мы решаем, принимаем для себя решение сделать что-либо по-новому, конечно, мы ждем мы всегда надеемся на хорошее, мы всегда ждем, что вау, классно все изменится, потому что мы как заядлые контрольщики прописали свой сценарий, иду вам, сейчас я поменяюсь, и другой человек тоже начнет меняться, и мы находимся все в ожидании этого выбора, в ожидании, вернее, того, что нам даст этот выбор, хотя сейчас у вас наступает некое, разлистоят перед выбором, между двумя партнершами, мы зачастую женщины тоже стоим перед выбором, не знаем, что с этим делать, поверьте мне, выбор дается тоже очень нелегко, поэтому сегодня будем делать расклад на Рейдере и на колоде Альфонса Мухи, я сама изготавливаю витражи, и для меня творчество Альфонса Мухи является очень значимым, Некоторые мои витражи сделаны по его зарисовкам, картинам, они прекрасны, они наполнены именно вот тем чудесным вдохновением неувладимым, которое бывает только у настоящих талантливых людей, поэтому я преклоняюсь перед его творчеством, приобрела колоду, она очень мягка, женственна, и от нее теплая, мягкая энергетика, вот, мы посмотрим, что эта колода расскажет, именно в этом случае есть два мужчины, два отражения, мы посмотрим одного и второго, и посмотрим, что с этим сделать, потому что у каждого из нас, у Бога есть свой план, и зачастую мы не знаем, что он запланировал, сколько он нити связал воедино, для того, чтобы мы проходили определенные уроки, получали то, что мы хотим,